Традиционно хоккей – один из наиболее популярных и обсуждаемых видов спорта в нашей стране. В день закрытия Олимпийских игр в Ледовом дворце Арктика состоялся товарищеский матч между одноименной командой и металлургом, представляющим городской центр спорта. Этот матч посвящен закрытию Олимпийских игр. Как мы знаем, наша команда получила 32 медали, 6 которых золотых. И сегодня мы чествуем наших спортсменов, Олимпийских чемпионов и хотим их поддержать таким товарищеским матчем. Особую эмоциональную окраску этой игре придавало то, что видновские команды вышли на лед спустя всего несколько часов после того, как наша Олимпийская сборная по хоккею уступила в финале со счетом 1-2 сборной Финляндии. Но это не повлияло на желание наших земляков показать, на что способны они. Я считаю, что они сыграли в свою силу, могли победить наши спортсмены, могли и финны, победили финны, нам больше повезло. Команды, я считаю, в принципе равные. С самого начала матча на площадке шла упорная борьба. Никто не хотел уступать. То одна, то другая команда шли в атаку. Но благодаря отличной работе вратарей первые два периода ворота обеих команд так и остались нераспечатанными. И лишь в начале третьего периода после красивой комбинации шайба залетела в сетку. Вперед вышла Арктика. Это же красиво, это мощно, это сильно. Мне кажется, лучше нет игры, чем в хоккей. Несмотря на то, что «Металлург» не собирался сдаваться и пытался отбиться, за полтора минуты до конца игры Арктика забила вторую шайбу, установив окончательный результат матча. Была игра очень хорошая, равная. Но немножко нам где-то не хватило сил. Мы не реализовали свои моменты. Но это спорт. Сегодня на Олимпиаде, к сожалению, наша зубная тоже потерпела поражение. Но поражение – это залог побед будущего. По окончании игры все участники поединка были награждены памятными медалями, а лучшие игроки – личными кубками. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.